Всем привет, с вами Дон Чико и это четвертый выпуск вспоминашек и сегодня у нас небольшой анбоксинг, без коробки правда, потому что коробки не осталось. У нас сегодня Assassin's Creed Откровение, либо Assassin's Creed Revelation, как кому угодно. Но для начала давайте наверное как бы о игре, а потом уже о самой коробке. Откровение это четвертая игра в серии Assassin's Creed и что мне в ней нравится, так это переплетение сюжета всех предыдущих частей. Тут и Этсо, тут и Альтаир, тут и собственно Дезмонд Майлз, который застрял в анимусе и мечется между воспоминаниями своих предков. Но это если коротко, а в остальном это старый добрый Assassin's Creed с паркуром и скрытными убийствами. Ну и что же у нас собственно в самой коробке-то, давайте сначала вот это вот я отложу, на секундочку буквально, хотя, а нет, давай лучше с этого начнем, потому что там остальное, так, остальное оно не настолько важно, поскольку оно не очень. Ладно, я сейчас все сначала вытащу, а потом, собственно, коробка, коробка с игрой, с иллюстрацией. Блестит, блестит, собственно. Сама игра. Assassin's Creed, откровение, с обратной стороны. Пафосный Этсо, аудитория чего-то там, до перензы, наверное, не знаю. Вот так это открыто выглядит, а вот так это выглядит с этой стороны. Кодов здесь никаких нет, можно не искать. Код под диском, это я уже проверил. Так, с этой игрой идет у нас вкладыш, вкладыш с дополнительным контентом, который надо как-то так прикрыть. С другой стороны, вот у нас Альтаир в нас уковыряется, и Этсо в нас уковыряется. Что же у нас такие все вообще? Я тут вспоминашки записываю, они тут в нас уковыряются. Собственно, с игрой идет вот такой вот мануальчик. У нас здесь что? У нас здесь как установить игру, как играть, управление, сетевая игра, техподдержка, гарантия. Дальше идут вот такие вот классные арты. Я тут выглядываю чуть-чуть. Можно? Очень круто нарисовано, на самом деле. Мне один из немногих, это не арт-бук, это мануальчик. Один из немногих мануалов, в которых есть такие полноценные красивые арты. Вот это начальная, по-моему, локация, если я ничего не путаю. А может быть, конечно, нет. Вот они. Красавцы. Красавцы просто. Просто красавцы. Здесь еще дополнительные персонажи. Ух, все страницы покажу. Все страницы покажу. Ой, это торговцы и т.д. И вот такой вот. Это спойлер. Это спойлер. Это нельзя показать. Хотя, ну какой-то спойлер, в принципе. Понятно, что столько веков спустя у нас Альтаир умер. Понятное дело. Собственно, вот такой вот мануал, как и идет. Дальше, что у нас тут? Ах, веселье разгорается все больше и больше, потому что у нас на очереди арт-бук, который идет в комплект. Я так все закрываю этими всякими иллюстражками, фигашками. О, красотень. Тут у нас окружение. Константинополь. Тут даже есть описание, собственно, локаций. От, видимо, тех, кто делал, как это называется, окружением, кто занимался. Собственно, вот. А что-то у нас еще. Квартал Боезида. Квартал Константина. Голландский квартал. Императорский. И нет, не императорский, он имперский квартал. Не надо путать. Лагерь Янычаров. Базы. Секретные локации даже. Каппадокия. Что такое Каппадокия? Это страна, где все говорят Капа. Я что-то не помню. Ой, Масиаф, деревня. Класс, 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 класс. Крепость. Собственно, арты. Те, что были в мануале. Все персонажи здесь описаны. Вот Эцио есть. Даже, блин, какие краски они использовали. Ни хрена себе. Друзья, враги. Вот этого чувака я помню. Он какой-то крюк нам посреди игры дает. Даже не посреди, прям в самом начале, по-моему. И с этим крюком можно такие просто прыжки делать, неимоверные. Так, а вот это уже похоже на спойлеры, на самом деле. Ничего не буду по этому поводу говорить. Византийские тамплиеры, даже так. Атаманские солдаты. Византийские граждане. Атаманские граждане. Оружка. Воу, 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 полегче. Ух, как много оружия тут. Пушки, хирушки. Молотые. Булавы. Я не знаю, что это еще. Топоры, кинжалы, ружья. Все подряд впихнули. Тут даже вон сетевая игра есть, смотри. Окружение сетевой игры. 3D-модели вон какие-то даже есть. Так, персонажи сетевой игры. Ну и создатели. Такой вот интересненький. Ardor Blue-чик у нас. Дальше диск у нас. Assassin's Creed. Лучшее в Assassin's Creed. Я так понимаю, это саундтрек, поскольку я сейчас смотрел описание. И этот диск у меня вскрыт, но как бы на нем толком ничего не написано. Чего-то как. Здесь просто написано, вот, лучшее в Assassin's Creed. И все. И как бы больше ничего и не написано. Но на сайтах, где я смотрел, что вообще в коррекционку входит, написано, что это саундтрек. Я, к сожалению, проверить не могу, потому что у меня CD-ROM куда-то похерился. Еще один диск. Это Assassin's Creed Embers. Это мультфильм полнометражный. Вернее, даже не полнометражный, а короткометражный. Он не очень большой. Чуть минут 20, по-моему, он идет. Но это концовка истории ЭЦ Аудиторы. Это охерительная тема, на самом деле. Я не ожидал, что этот мультфильм так закончится, если честно. Но, блин, он хорош. Он хорош весьма. Если вы не смотрели, и вам интересно, вы можете попробовать. Возможно, где-нибудь в интернете он валяется. У меня есть вот дисочек. Сися там сидит тихо. Ну и два предмета, которые идут, в общем-то, в большом размере. Потому что это браслет. На картинке он нарисован большим. Вот таким вот. Вот такого размера примерно. Вот эта бляха там нарисована. Но она маленькая. Она маленькая. И, если честно, она приклеена просто. На клей и все. И больше ничего. Благо, размер руки мне как раз подходит. Но так чувствуется, как кожзам, если честно. Это не похоже на кожу. Интересно. Кнопка одна. Заклепка одна, а кнопки две. Эво как. Эво как. Сэкономили на всем буквально. Ну вот это реально штука. Она приклеена просто. Она у меня отвалилась. Она у меня отвалилась. Я с ним проходил пару дней. Она у меня отвалилась. Благо, это дома произошло. Потому что, если бы это произошло где-то, я не знаю, на улице, я бы просто его просрал и все. И у меня остался просто кожатый коричневый браслет. Херня полная. Ну и что. То, к чему. То, во что я никогда не влезу. Очень мятая футболка. Потому что она лежала где-то в шкафу. Assassin's Creed Откровение. Собственно, вот. С другой стороны, у нее ничего нету. Зато у нее есть классный широкий капюшон. Широкий. Не какой-то маленький. А он прям вот сюда падает. Ну и единственное то, что... Как обычно это бывает в коллекционке, они впихивают размеры М, С или вообще, я не знаю, XS. Потому что они тупые. Они очень тупые. Они думают, что все, кто покупают коллекционки, охотятся именно в этой весовой категории. И никогда не думают, что коллекционки в основном покупают те люди, у которых есть деньги на них. И которые, собственно, хотят, чтобы у них была коллекционка на полке. Твою мачу, дураки, что ли? Зачем вы так делаете? Вот не надо так никогда делать. Делайте нормальные футболки, широкие. Я не знаю. Пускай она лучше будет шире, чем она будет меньше. И ты в нее не влезешь, оно у тебя будет просто лежать в шкафу, как у меня, вот это вот. И все будет очень плохо. Это будет очень-очень-очень плохо. 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 В общем, такой вот у нас короткий сегодня выпуск получился, но следующий, я думаю, будет чуть-чуть подлиннее, потому что у нас там, возможно, будут какие-то очень хорошие ништяки, очень хорошие игры. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Если вы хотите что-то сказать по этому поводу, комментируйте. Если вам понравился этот канал, сабскрайб. И главное, помните, стоит лишь чуть-чуть колыхнуть память, и вспоминашки придут. СИСА! БУРАН!